Покрова Пресвятой Богородицы Покровского храма Покровский храм 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 Я надеюсь, что сюда будут приходить не только заводчане, горожане, но также гости нашего города, гости Алтайского края. Со скульптуры покрова Пресвятой Богородицы падает вниз белоснежное полотно, открывая людским взором светлый лик Девы Марии с покровом на вытянутых руках. Капли святой воды окропляют скульптуру, попадают и на прихожан, но никто не отворачивается, не отирает влагу. Напротив, люди подставляют под окропление свои осветленные радостные лица. Митрополит Сергий окропит святой водой фигуры архангелов, расположенные у подножия Пресвятой Богородицы. Освящается скульптура Петра Первого, ведь именно по его царскому указу в 1709 году была основана крепость, давшая жизнь будущему городу Бийску. Сегодня мы должны знать и чтить нашу богатую историю, должны быть достойными продолжателями деяний наших предков. В праздник Преображения Господня владыка Сергий осветил плоды нового урожая, ведь недаром в народе праздник Преображения называют еще яблочным спасом. Мы с Богом именно все творим. Он творец, а мы ему содействуем в этом. И наша душа, и тело, и весь мир по Божьему определению отдано нам, чтобы мы его украшали, чтобы мы его строили, чтобы мы созидали, в первую очередь, нетленную красоту будущего века. Самым мощным, самым ярким, самым действенным образом будущей красоты являются в этом мире храмы Божии и вся церковная культура, церковные искусства, образы, святые скульптуры и все то, что свидетельствует нам о нетварном Божьем мире. Многое всем и благая лето, да, сохранит вас и Господь и покроет Пресвятая Богородица святым своим амафором. Это первый памятник в нашей стране, памятник нашей любимой Деве Марии, памятник покрова Пресвятой Богородице. Это поистине замечательное событие не только для города Бийска, но и для всего Алтайского края. Такой получился замечательный уголок, в который можно прийти любому бельчанину, почистить, говорит, свою душу, потому что я понимаю, что задача каждого из нас — это построить прежде всего храм в душе каждого, где царило бы добро, добро к людям, желание сделать это добро, творить добро. И мне очень приятно, что бельчане продолжают историю, творить историю наших предков, которые заботились о том, чтобы город Бийск был православным, был процветающим. Сотвори храм в душе своей. Этому способствуют все те скульптурные объекты, которые сегодня здесь установлены. Весь этот комплекс для нас, для бельчан. Будем достойны этого. В этот день для прихожан заводского Покровского храма пела известная исполнительница духовных песен и романцев Евгения Смоленинова. Дево чудная, Дева чистая, Всесвятейшая, Я Тебя молю Всесвятейшую Особая, только ей присущая манера исполнения покорила зрителей. Певицу слушали, затаив дыхание. Собрать приход – это означает, чтобы я, как священник, мог вникнуть в сердце каждого человека, понять их проблемы, понимать их проблемы, стараться с Божьей помощью как-то их разрешать, преподавать нужные духовные советы. Вот это вот все входит в то, чтобы формировать приход. Основа основ – это, конечно же, духовная жизнь. Прежде всего, задача священника – это сформировать приход из сердец людей, которые сюда приходят, и именно показать им ту Божественную истину, и чтобы они соприкоснулись с этой Божественной истиной и остались уже в храме. За это лето, как раз к учебному году, по сути дела, должны закончить и вот то строительство, и в основе школы, где будет столовая, и в основе школы, ну и, в общем-то, все то, что необходимо для того, чтобы дети могли там заниматься, да и не только дети, взрослые тоже. Из больших и малых дел складываются дела великие. Из заботы о людях, укрепления их в вере православной, на добровольные пожертвования возводился заводской Покровский храм «Жемчужина города Бийска». А начиналось все два года назад со скромного желания генерального директора завода Александра Яковлевича Черемисина построить небольшую часовню. В 2014 году в синего осеннего неба взметнулся над купольный крест часовню. Со временем идея получила развитие, и уже не часовню, а полноценный храм было решено строить. Множество событий заполняет жизнь каждого из нас, но возможность построить часовню или храм Божий, многим ли такое удается? Труженикам завода удалось. Пресвятая Богородица, чьим именем назван этот первый в промышленной зоне Бийска храм, возьмет под Покров свой трудовой коллектив объединения, который поддержал инициативу своего руководителя. Заводской Покровский храм, несмотря на относительно небольшие его размеры, стал одним из красивейших в городе Бийске. Храм ближе к нам и по духу, и рядом здесь живем, и в строительстве этого храма участвовал мой отец. Рабочие, все до сих пор приходим и также жертвуем кто что может. Строятся на пожертвование и, наверное, нужен, раз люди построили на пожертвование. Люди сами вкладывали деньги в этот храм. Люди хорошо относятся. Многие ходят в церковь, родственники их не ходят. Ну и вот и ребятишечки, ребятишек начали крестить и венчаться начинают. Так что это хороший процесс. С храмом, как говорится, и возрождается завод. Но по стечению обстоятельств, когда мы начали его, как говорится, на народные средства, благодаря, как говорится, активным действиям и участию генерального директора во всех этих проектах, у нас почему-то по стечению обстоятельств и пошли большие заказы, которых у нас раньше практически не было. Сейчас главная наша задача – воспитать новое поколение, чтобы они знали историю православия, чтобы они знали, что такое православие, что такое христианство. И поэтому вот этот храм, я надеюсь, он будет пользоваться большим спросом для подрастающего поколения. Вот сейчас, когда в субботу, воскресенье я приезжаю сюда, я вижу очень много ребятишек, которые бегают, тут что-то интересуются, свечки ставят. Когда вот причащают их, они такие умильные, вот их ведут сюда, они ручки так вот сложат еще. Поэтому приятно просто смотреть, очень приятно смотреть, когда крестят ребятишек. Вот у нас в этом храме, хоть он работает неполный год, уже крестили свыше ста человек. Когда здесь крестили ребятишек с детского приюта, которые не имеют родителей, их привели 16 человек сюда и крестили. Ну, у меня, например, слеза на глазах навернулась, как это выглядело умильно, как вот они слушали батюшку, который им говорил, что теперь к вам приставлен ангел-хранитель, и теперь всю жизнь вы будете с этим ангелом-хранителем по жизни идти. И после этого они крестики каждый одели им, вот, потом мы их покормили столовой. То есть для них это был праздник, он, я думаю, запомнится им на всю жизнь. И я думаю, что когда они будут подрастать, они придут в этот храм и будут говорить, что меня крестили в этом храме. О, всепетая дева чудная Сегодня Покровский храм живет полноценной богослужебной жизнью, звучит в его стенах молитва. И мы верим, что Пресвятая Дева простерла над городом свой незримый покров, словно защищая его от всех бед и напастей, и как бы возвещает нам в граде, что на реке Бии вошел в число действующих еще один Дом Божий. Продолжение следует... Продолжение следует...